Они подарили красивую и яркую игру болельщикам, а московские судьи признали лучшим бомбардиром, лучшим игроком и лучшим вратарем страны третьего дивизиона, членов их команды. Весь 2023 год футболисты Карачаева-Черкесского клуба «Нарт» показывали и доказывали свое мастерство и превосходство, выиграв матчи в начале сезона в зоне ЮФО и СКФО, а затем и на всероссийском уровне. Так обновленная футбольная команда из Черкеска вернулась из Сочи, где стала вице-чемпионом финального этапа соревнований России среди мужчин. Победители с песнями, танцами и различными угощениями встречали на границе Ногайского района и Ставропольского края. Алла Качеева подробнее. Вот они, лучшие нападающие, защитники, полузащитники и вратари. Немного уставшие, чуточку грустные, но довольные ребята-футболисты выходят из автобуса, где их ждут с утра на границе Ногайского района со Ставропольским краем с музыкой и национальными угощениями. Еще бы, такого результата у игроков Карачаева-Черкесии не было. Среди 86 команд из 9 регионов России нартовцы стали вторыми. Мы выиграли в Сочи четыре игры и вот вчера мы проиграли 1-0. Но мы забрали все, что у них есть. Мы забрали лучшего вратаря. Москва определила, что лучший вратарь – это игрок нарта. Лучший игрок сезона России тоже определила Москва, и это сделали Абидокова. Лучшего нападающего тоже сделали Нарт, это тоже Абидокова. Мы 10 голов забили и 3 гола пропустили. Ну, это о чем-то говорит и говорит о том, что это настроение, бой, характер и то, что мы дали слово и главе республики, и болельщикам, что мы докажем, что мы будем играть, что мы эту зону выиграем. Я считаю, что за 20 лет и за возрождение футбольного клуба мы выложились на все 100. Так, в финале Нарт из Черкеска встретился с командой КССС из Кирова-Чепецка. Игра получилась зрелищной, яркой и завершилась минимальной победой 0-1 в пользу наших соперников. По итогам турнира обладателем индивидуальных наград стали два игрока Карачева-Черкесского футбольного клуба Нарт. Лучшим вратарем признан Александр Дьяченко, лучшим бомбардиром и лучшим игроком Вадим Мобедоков. Тренер голкипера Дьяченко с гордостью рассказывает, что занимался с ним около полугода и результат не заставил себя долго ждать. Проявил себя очень трудолюбивым парнем, отзывчивый, в общем, прикладывал усилия. Ну и своей игрой, своим отношением, профессионализмом он доказал на всю Россию, что он является лучшим вратарем в третьей лиге. Нартовцы не собираются останавливаться на достигнутом. Ребята мечтают играть в премьер-лиге в составе своей любимой команды. Ну а секрет успеха у каждого свой. Тренироваться, усердно тренироваться и желание. Я думаю, все кроется в таланте. Ну, больше 100. А так тренироваться тоже стоит. Заместитель министра физической культуры и спорта Карачева-Черкесии Мурат Агиров поблагодарил футболистов за красивую и яркую игру. За кропотливый труд, хорошую технику и победы. За выход в финал они выиграли двукратных чемпионов данной лиги. Вот. Ну, это второе место, но для нас тоже победа. Я хотел бы поздравить всех любителей футбола у нас в республике. Действительно, возрожденная команда «Нар» оправдала все наши надежды. Даже, ну, как сказать, перевыполнили свой план. Мы не ожидали такого результата. Это результат у нас в республике впервые. Мы заняли второе место среди 86 субъектов третьей зоны, ну, третьей лиги. Поэтому это шикарный результат. Я надеюсь, уверен, что будущее у нашей профессиональной команды «Нарта» очень огромное. Сейчас футболисты «Нарта» будут отдыхать и набираться сил. А в следующем году вновь будут покорять футбольную вершину страны во втором дивизионе. Алла Качива, Ренат Муков, Вести Карачева, Черкесия, Ногайский район.